МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА – Это называется федеральный проект комплексной поддержки семей с недоношенными детьми. Расскажите, когда Краевой центр охраны материнства и детства присоединился к реализации этого проекта? – Присоединился к проекту недавно, полтора года назад. А сама поддержка недоношенных семей с недоношенными детьми осуществляется два с половиной года. То есть сейчас этот проект вступил в Алтайский край на базе Краевого перинатального центра охраны материнства и детства под предводительством, под поддержкой фонда президентских грантов. Это осуществляется все. То есть данный проект направлен на то, чтобы оказать семьям с рождением у тех семей, у которых родились недоношенные дети, поддержку как по физической поддержке, психологической поддержке. Ну и поддержка в том, как ухаживать, как воспитывать данного ребенка. То есть программа многоцелевая. Там работают психологи, там работают окулисты в данной программе. Там работают те люди, которые прошли специальные обучающие курсы. – Какая конкретная работа ведется с такими семьями? Это тренинги, семинары, личные беседы? Как это выглядит? – То есть здесь создается школа, на которую приглашаются не только мамы, но и семья. – Это школа родителей недоношенных детей, да? – Школа родителей, где их знакомят между собой. То есть они получают какие-то связи внутри данного сообщества для того, чтобы они вместе могли с какими-то проблемами, которые непосредственно существуют у таких детей, то есть они, сообща с этим, борются с данной проблемой, как я уже сказал, то есть в эту программу включены психологи, которые помогают мамам, папам осуществить вот эту не очень такую для некоторых мам ситуацию, когда рождается недоношенный ребенок. То есть она очень часто замыкается, виня себя в этой проблеме, в рождении такого ребенка. Поэтому психологи с этим занимаются. Занимаются окулисты, потому что такие дети, подверженные так называемой ретинопатии, это нарушение зрения. Поэтому здесь тоже с ними работают, объясняют. Они постоянно находятся под наблюдением. Ну и плюс, конечно… – То есть это не только психологическая поддержка, но и другие специалисты участвуют? – Тут рассказывается мамам о прививках, потому что у нас очень много мифов о прививках, что нельзя… – Ну особенно сейчас, да, есть некие фобии на тему прививок. – Конечно, поэтому это все объясняется, это все рассказывается, в какие сроки такие дети должны получать прививки, какие-то ослабленные прививки. То есть это все, вот на базе данной школы, это все идет объяснение данной ситуации. – Как производится набор в эту школу, и как туда попасть родителю недоношенного ребенка? – То есть наборы, как я сказал, что школа работает достаточно давно, то есть люди записываются, это все происходит на базе центра, то есть записываются, приезжают некоторые… – Можно просто прийти, обратиться в регистратору там или как-то? – Вам расскажут, куда, в какие дни, то есть раз в неделю данная школа собирается. – То есть никаких ограничений, все желающие могут обратиться? – То есть обычно там семей 20-25 постоянно приходят, то есть общаются, какие-то вопросы задают те, которые непосредственно касаются вот именно семьи, то есть поэтому вот я говорю, что тут очень важно общение данных людей. – Какова статистика, сколько в принципе в Алтайском крае рождается недоношенных детей? В год, например, или за последние несколько лет? – То есть в год порядка полутора тысяч недоношенных детей, но это же опять не крайне недоношенные, это всех недоношенных детей, что составляет около 6% от всех детей, которые родились в Алтайском крае. – Но в среднем по России это высокий процент? – Нет, в среднем где-то так и есть. 4-8, там, 80 с небольшим процентов недоношенных детей вообще рождаются. Ну, в каких-то регионах это побольше, в каких-то поменьше. – Вы упоминали о том, что матери, ну и родители в целом зачастую винят себя в рождении вот такого недоношенного ребенка, в том, что он именно родился недоношенным. Каковы причины с точки зрения медицины, в принципе, того, что беременность заканчивается рождением раньше, чем положено? – Причин, к сожалению, очень много. То есть причины как медицинского характера, так и социального характера. То есть интенсивность работы, то есть возраст мамы. То есть сейчас у нас возраст первых родов немножко сместился в сторону взросления женского контингента. – Где-то 25, наверное. – Больше даже. – А, даже больше. То есть те, кто раньше считались старородящими, а теперь первый раз. – Да, потому что у нас иногда роды в 31 год первые, иногда в 40 лет первые роды. Поэтому это тоже накладывает свои отпечатки. Потому что с каждым годом здоровье женщины не улучшается, к сожалению. – Ну и в принципе женский организм вряд ли изменился принципиально за последние 30 лет, а жизнь изменилась. – Поэтому вот это все, конечно, и приводит к тому. Плюс, конечно, большое количество инфекций. То есть чаще всего мы даже не можем сразу выявить инфекции, которые приводят. Но чаще всего считается, что рождение недоношенного ребенка – это какой-то инфекционный фактор. – Ну, может быть, есть какие-то советы по профилактике? То есть те, кто еще только планирует беременность? – Вот вы правильно заметили, планирование беременности. То есть планирование беременности загадя. То есть человек, думая о том, что он должен родить ребенка, то есть он должен войти в беременность планово. То есть женщина должна отдохнуть, не испытывать нервную стрессовую ситуацию, что тоже немаловажный фактор к рождению недоношенного ребенка. То есть все это будет плановое наступление беременности, плановое ведение, наблюдение у врачей приводит к тому, что женщина чаще всего, конечно, донашивает беременность и вступает в роды в доношенных сроках беременности. – Помимо отсутствия стрессов, наверное, есть еще какие-то рекомендации? То есть по поводу вредных привычек, может быть, питания, еще какие-то? – Ну, бить современного общества – это вредные привычки. Пагубно влияет курение, очень пагубно. Принятие алкоголя тоже. Ну, как бы уже было сказано не раз, что мы один-два раза выпили, но, к сожалению, попав в организм матери спиртосодержащий продукт, он проникает через плаценту без всяких для себя каких-то там снятий факторов, препятствий никаких нету, это поступает в кровь ребенка, и уровень алкоголя практически такой, какой приняла мама. Ну, мама 60 килограмм, а ребенок полкилограмма. То есть, естественно, доза гораздо… – Ну, может быть, тяжелейшее опьянение еще в утробе. – Поэтому такие дети, конечно, переносят. Плюс ребенок мочится, находясь в вакууме, то есть в воде. Из этой воды опять идет абсорция через кожу. То есть, поэтому воздействие алкоголя на организм, оно очень и очень пагубно сказывается. Курение – то же самое. – Вот время нашей программы, к сожалению, подходит к концу. Какой самый главный совет или несколько советов вы бы дали тем родителям, у которых уже родился недоношенный ребенок? – Ну, у тех, у кого родился недоношенный ребенок, фактор недоношенности – это не приговор. То есть, дети достаточно благодатные. То есть, люди и ребенок, в которого достаточно неплохо родители что-то вкладывают. То есть, он достигает уровня доношенного зрелого ребенка, иногда даже его опережая по своему развитию, как физическому, так и умственному. – Сергей Викторович, благодарю вас за интересную беседу. А нашим телезрителям я напоминаю, что сегодня в студии программы «Интервью дня» был Сергей Юдаков, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных номер один Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства. До встречи в эфире.